Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и на днях я играл в GTA. Я играл спокойно, ни о чём не подозревая, но когда я устал, я решил зайти в инстаграм и посмотреть, что же там появилось нового. Кстати, подписывайся на мой инстаграм, ведь там выходят очень страшные и крутые фотографии. Подписывайся быстрее, конечно, если не боишься, а также пиши мне в директ, и я отвечу именно тебе. Ссылка в описании специально для тебя. После того, как я вышел с игры, я увидел, что на моём рабочем столе появилась иконка Майнкрафта. Что очень странно, потому что я никогда не скачивал и не играл в Майнкрафт. Да и называется он очень странно, Риб Майнкрафт. Но тут мне очень захотелось нажать на эту страшную окровавленную иконку. Как только я на неё нажал, началась загрузка. После загрузки меня сразу же кинуло в игру. Игра началась с перехода в дом. Всё было нормально, кроме неба. Оно было красного цвета, как будто в мире произошёл апокалипсис. Но как позже оказалось всё ещё намного хуже. Я проснулся под весёлую музыку. Я быстро осмотрелся в доме. Всё было очень обычно. Около двери лежала записка. Я подошёл к ней, чтобы прочитать, что там написано. На записке было написано. Игра связана с твоей жизнью. Я ничего не понял, потому что был написан какой-то бред. Майнкрафт не может быть связан с моей жизнью. Я решил выйти на улицу и осмотреться вокруг, чтобы знать хоть немного местность. На улице небо было ужасное. На нём не было ни облачка, ни этот кровавый свет. Я пошёл дальше. Вдруг резкий скачок в кадрах. Я встал перед какой-то больницей. Я решил зайти в это огромное здание и посмотреть. Может, в нём есть что-то интересное по луту. Я подошёл очень близко. Здание было просто огромных масштабов. И вдруг из ниоткуда появился передо мной доктор. Он стоял и просто смотрел на меня. И ничего не делал. Позже он сказал... Иди за мной внутрь. Я пошёл за ним. Внутри были камеры. Доктор сказал, чтобы я посмотрел ролик, который у них есть про больницу. В нашей больнице вы можете спокойно вылечиться. У нас есть огромные парки, в которых вы можете подождать свежим воздухом. В нашей больнице вы можете учиться добывать роду. Или трекли и редкостные предметы. Также взаимодействовать с животными. Мы всегда рады новым пациентам. После чего доктор сказал, что ролик обман. И они слишком далеко зашли. Потому что они создают клонов. Для того, чтобы потом их продать в рабство богатым людям. Но мы не досмотрели одну проблему. У нас нету рабочих. Поэтому я предлагаю тебе максимальную зарплату. Чтобы ты у нас работа для создания клонов. После чего доктор просто ушёл. Из камеры под дверью раздался звук. Это был доктор. И он сказал, чтобы я зашёл вовнутрь. Особого выбора у меня не было. Хоть дней было страшно, я всё же туда зашёл. Я прошёл очень длинным коридором. Внутри всё было в кровавых пятнах. Слева снова из ниоткуда появился доктор. Он попросил у меня помощи, чтобы я помог ему создавать этих клонов. Я согласился, потому что у меня особо не было выбора. И это была всего лишь игра. Но после доктор добавил, что если умру я в игре, то я умру и в реальной жизни. После он куда-то снова убежал. Я ничего не понял. Подумал, что это был просто какой-то баг игры. Я решил пойти прямо по коридору и посмотреть, что же там за дверьми. Там было очень много дверей. Моя чуйка подсказала мне, чтобы я пошёл в самую крайную дверь. Я подошёл к двери. Стоп, что? Там что-то было? Или мне показалось? Я уверен, что там что-то было. Я подумал, что это просто была каллюцинация. За дверьми была машина, которая создаёт этих клонов. Я подошёл попробовать, чтобы узнать, как она работает. Это было очень круто. Клоуны появлялись и шли, вставали в ряд, чтобы их потом покупали. Но вдруг сзади меня появился ещё один доктор. Его одежда была в крови. И он сказал... Это тревог. И после этого он просто куда-то убежал. Я ничего не понял. И продолжил нажимать на кнопки. И вдруг передо мной появился монстр. На фоне был сигнал тревоги. Всё это время за мной наблюдал главный доктор. Он сказал, что эти побочные эффекты этой работы... Это неудачные клоны, которые готовы убить всех. Я выбежал из этой лаборатории. В коридоре за мной наблюдал тот главный доктор. Он хотел побыстрее всех эвакуировать. Но не успел выбежать сам. Так мы с ним остались вдвоём. А монстр продолжал охоту на нас. Доктор пытался придумать план побега. Он проверял все комнаты, чтобы мог спокойно побежать. Но вдруг одну из комнат он заметил этого неудачного клона. Он со всей силы ударил по камере. И она перестала работать. После этого доктор сказал... Я в жизни не видел ничего ужаснее. После чего он сказал, что мне нужно бежать. Он это повторял очень долго. Ты должен бежать. Ты должен бежать. Ты должен бежать. Ты должен бежать. Он сказал мне забежать в этот коридор. Где только что был монстр. Я не хотел и отказывался. Сверхнутый учёный сказал, что скорее всего его там уже нету. Я убернулся к двери. О чёрт! Я быстро закрыл дверь. Я не знал, что мне делать. Учёный сказал... Иди. Я бежал по его указаниям. Я бежал очень долго. И наконец-то я уже убежал. Но вдруг я наткнулся на ещё одну аномалию клонов. Я был в шоке. Сверхнутый учёный сказал, что этот клон был не один анонс клонов. Их ещё много. Клон 4-3-2. Клон 4-8-5. Клон 2-2-3. Клон 6-6-5. Клон 7-3-4. И самый опасный клон, который за нами охотится. Клон 6-6-6. Я подошёл посмотреть на этого клона. Он выглядел ужасно. Его кости были выданы наружу. У него не было челюсти. Как он жил, было непонятно. Доктор сказал, что я должен прятаться в комнате со всеми остальными клонами. И найти там главный генератор, который даёт жизни клонам. Чтобы отключить его. Я отказался. И говорил, что буду здесь. Но вдруг клон 4-3-2-2 сломал стекло и пытался схватить меня и убить. Доктор сказал, что я должен пойти в ту комнату прямо сейчас. Иначе этот неудачный клон выберется и уничтожит меня. Но потом свёркнутый доктор рассказал полную историю. Создание неудачных клонов. Мы создавали клонов каждый день. У нас получалась неплохая армия. Мы использовали генетику N и O. Это больше всего подходило к созданию клонов. N это мёртвое сердце человека. А O это шерсть собаки. Мы создали 999999 клонов. Но миллионный клон получился не таким, как и мы его задумывали. После чего доктор, который создавал этих клонов, пошёл проверить свои записи в дневнике. И после этого мы больше его не видели. И теперь этих клонов 7. Один из них ещё опаснее, чем тот, который за нами охотится. Потому что он имеет суперсилы, о которых ты их даже не догадываешься. Я не понимал, почему эту версию Майнкрафта Рип. Но позже доктор добавил. Ты сейчас играешь в игру. И даже не подозреваешь, что её управляешь реальными людьми. И тут у меня пропал до речи. Я только слышал о том, что есть игры, в которых управляют реальными людьми. А теперь я и сам играю в эту игру. Камеры показывали эту лабораторию. Там были те самые неудачные клоны. За мной закрылась дверь. И там появился этот клон 666. И он начал бить дверь, чтобы её сломать. Я и растирался, и не знал, что делать. Доктор сказал быстрее бежать в лабораторию. Но я боялся. Потому что эти клоны тоже могли меня убить. Тем более факт того, что я управляю реальными людьми, меня пугал ещё сильнее. И теперь каждое действие я должен обдумывать. Но вдруг клон 666 выломал ту дверь. И залез ко мне в комнату. У меня не было выбора. И я просто побежал в ту лабораторию. Мне было очень интересно посмотреть на того самого страшного клона. Я подошёл к его комнате. Сверхнутый учёный кричал мне. Не подходить к нему. Но я всё равно подошёл. И заглянул ему прямо в белые глаза. После этого игра выключилась. А значок пропал на рабочем столе. Но... Но я проиграл. На следующее утро мне пришла газета. Где было написано, что в соседнем городе был загадочный убит рабочий клиники Майкл Совского. Это было очень тайное убийство. Никаких знаков насилия нету. Это была игра в реальной жизни. Я очень был напуган. Потому что рядом со мной есть больница, где обитают неудачные клоны. Которые готовы в любой момент меня убить. В тот же вечер я собрал вещи и улетел за тысячи километров от того места, где я жил раньше. Это была игра в реальной жизни. Майнкрафт. Рип. На этом все. Просто был Сергеонис. Поставу лайк тебе, то всего до 2 секунды. А меня очень мотивирует. Давайте на этом видео наберем 5000 лайков. И я выпускаю новую страшилку. Вот такая вот маленькая цена на следующее видео. Всего до 5000 лайков. Для вас это вообще ничего. Если каждый из вас наживет на палец вверх. Поэтому давай скорее жми на палец вверх. И я выпускаю новую страшилку, бро. Суприм банда. И ты только посмотри, какую долгую серию я сделал. Я думаю, это стоит того, чтобы нажать на лайк. Поэтому давай, скорее жми лайк. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ведь там выходят очень страшные и крутые фотографии. Которые тебя очень сильно испугают. Ну, подписывайся, если не боишься. А также пиши мне в директ. И я отвечу именно тебе. И бро, бро, бро. Подписывайся на мой канал. Чтобы вступить в мою суприм банду. Ведь придет время, и суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А также рассказывай об этом видео своим друзьям. Чтобы они были тоже напуганы. И чтобы они подписались на мой канал. И вступили в мою крутую банду. Ведь ты в такой крутой банде, а твои друзья нет. Это как-то несправедливо. Это все, бро. Ах да, бро, чуть не забыл. А также смотри прошлое видео. Где мне прислали бракованный или... Короче, телефон из самого Адра. Где были очень загадочные папки. Галерея вообще самая страшная. Смотри это видео. Оно тебя напугает сильнее, чем это. Это я тебе гарантирую. И понравится тоже сильнее, чем это. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока.